Предложение о быстрой стерилизации на комитете депутаты поддержали. Вопрос предлагают вынести на Думу, а потом в законодательное собрание. Сейчас по областному закону стерилизовать собак можно только через полгода после отлова. Самое оптимальное это не больше 30 дней. То есть, как правило, если отлов произошел, да, обычно если это что-то животное, чье-то животное, то владельцы обращаются в течение двух-трех дней. То есть они приходят, говорят, у нас пропало животное, мы знаем, что был отлов, можно ли съездить в приют, посмотреть. Срок контрактов на отлов и содержание животных заключенных в этом году в Благовещенске заканчивается. В конце сентября власти объявят новые конкурсы. Из резервного фонда городского бюджета на регулирование численности животных дополнительно выделено больше полумиллиона рублей. На эти деньги поймают 200 собак и будут содержать их месяц, а не полгода, как было раньше. После животных начнут пристраивать. Сейчас в приюте «Дружок» Вячеслава Золотарева больше 70 собак. За полгода хозяев нашли только 10 животных. Зоозащитники вынуждены были выпрашивать, просто умолять, чтобы их пустили в этот приют и дали им забрать животных. Были готовы забрать большое количество животных, но им не разрешали, просто не пускали. Они дневали, ночевали у стен дверей администрации и просто никто не шел навстречу. Хотя за недолго до этого они ходили, убирались в этот приют, кормили собак на собственные средства, покупали им там мясо, каши и все было нормально. Потом резко запретили и не дают ни животных, не пускают в приют. Информацию о том, что собак не отдают, подтвердили и в управлении ЖКХ. Сейчас власти готовы только принимать предложения от потенциальных хозяев, потому что осваивают бюджетные деньги. Кроме этого, раздавая животных, нужно менять условия контракта. Пристраивать животных начнут в октябре, когда закончат действовать контракт с бизнесменами. Мы были готовы сотрудничать с защитными организациями и передать этих животных. На то же время у фирмы-исполнителя, которая осуществляет работы по содержанию животных, он был, скорее всего, заинтересован в том, чтобы исполнить контракт в полном объеме. То есть за каждое животное у нас был установлен день содержания определенной суммы, порядка 35 рублей. То есть получить определенную прибыль, потому что в первую очередь это предпринимательская деятельность. Приют, который исполняет муниципальный контракт, находится в Чигирях, в частном секторе. И найти его нелегко. Если собак не смогут пристроить после окончания старого и нового контрактов, администрация планирует искать дополнительные деньги на содержание животных. Наталья Храмова, Ирина Стругачева, Андрей Молев. Альфа-Новости.